Итак, дорогие друзья, всем привет из Иерусалима. Всем привет, мы продолжаем изучать 16 главу. Вот Яков тут сейчас будет слушать. Все, мы продолжаем изучать 16 главу книги Мишли. Давайте сейчас мы ровненько так сделаем, чтобы красивенько было. 16 глава книги Мишли. Что-то неровненько у нас вот так. Давайте, кто сейчас на уроке, начинаем собираться. Начинаем собираться. Так, хорошо. 16 глава у нас, да? Сейчас я найду 16 главу. И мы начнем ее изучать. Все, дорогие друзья, Влад Косов с нами. Михаил Федорович, Марина Заржецкая. Анна, Анна, привет. Как дела? Все. Продолжаем изучать величайшую, величайшую мудрость в мире, которая только есть. И мы остановились. 11 отрывок. 11 отрывок, он такой был, да? Что есть у Бога и Пелес. Пелес это такая, которая меряет большие строительные всякие штуки, чтобы построить. Да? Нужно все время что-то мерять. То есть, там, если ты строишь большой дом или дорогу, там, или мост, да, особенно мост, то тебе нужно какой-то такой инструмент, который называется Пелес, который выравнивает, который помогает все выровнять, в общем, все измерить и все выровнять. И вот этот вот Пелес написано здесь, умозней мишпад ляошем, что есть у Бога и Пелес этот, которым он меряет, и уровень это называется. И у него есть весы мишпад, весы суда у него есть у Бога. И Маосеу коль Авнейтис. И дела его, все камни, все камни, все дирички. Опять же, ничего без комментариев, ничего не понятно. Как понять, какие дела, какие дирички, какие весы, какие приборы измерительные у Бога. Значит, здесь, как бы, царь Соломон, это же притчи, это Машалим, это примеры. Он понятным языком для того времени объяснял, как работает божественное проведение. Михаил Федорович, это имя и фамилия, и они женские. Михаил Федорович, а, Федорович, извините, я думал, Михаил Федорович. Вот, представляете, слово Михаил Федорович. Я был уверен, что это мужчина, не увидел фотографию. И отчество, имя, фамилия. Оказалось, что это Михаил, это женское имя, очень известно. А Федорович, это фамилия. Вот так бывает, ты изучаешь Мишли, читаешь слова, и без объяснений ничего не понятно. Вообще ничего не понятно, да? Как можно ошибиться было? Назвать Михаил Федорович Михаилом Федоровичем. Также мы, когда читаем притчи, то мы можем точно так же очень глубоко ошибаться, если мы не будем изучать комментаторов, мудрецов Тора, которые знали всю Тору. Извините, пожалуйста, Михаил. Михаил, извините. Значит, очень хороший был пример. Вот это был как раз, я буду использовать этот пример теперь постоянно, что иногда мы из текста можем ошибаться на 360 градусов, то есть полностью. А у Бога есть очень четкие весы и четкие измерительные приборы. И что является на них, на этих приборах, на весах, что является мерой, которую Бог меряет? Это массы дела человека. Они являются вот этими камешками измерительными, которыми меряют всех остальных. Что это значит? Вот, например, говорит человек, я, говорит, не могу делать зарядку, вообще не могу делать зарядку. Потом ему говорят, он говорит, я вообще не могу, вот это все, это ходьба, бег, это все не для меня, не могу я вообще, не могу. Потом ему говорят, завезли колбасу хорошую в супермаркет. Он срывается с места и бежит в супермаркет за колбасой. Значит, его дело, действия его, да, когда он бежит в супермаркет за колбасой, оно доказывает, что он может бегать, к примеру. Теперь более сложный пример. Человек говорит, у меня нет времени учить Тору, я просто занят вообще, не могу я учить Тору вообще, нету времени у меня. Вот было бы время, я бы учил. А какие его дела? Тут он, опять же, за той же колбасой побежал, у него время есть на другой конец города. Тут он сидел, фильм смотрел полтора часа, тут он сидел, журнал смотрел полчаса, тут он и так далее. То есть, бах, его дела доказывают, что время-то у него было, понятно. То есть, дела человека, они являются доказательством на весах, по которым Бог судит его. То есть, каждое дело можно судить относительно других дел другого человека, этого же человека. А второе, дела здесь имеются в виду, дела других людей. Написано, что каждое утро должен, еврей, который просыпается, он должен себе задавать вопрос. Это Рамбам говорит, вот в этой книге, Мишна Тора. Он говорит, каждое утро надо себе задавать вопрос, когда достигнут мои дела, дел про отцов. То есть, были Авраам, Искак, Яков, это были люди, которые сумели совершить невероятные дела, которые изменили мир. И вот нужно себя с утра спрашивать, когда мои дела достигнут их дел. И написано, что когда человек умирает, его судят, и его, когда он говорит, я не мог учить Тору, потому что я богатый. Ему показывают, не помню сейчас, как его фамилия, показывают великого мудреца, который был не просто богатый, а дико богатый. Корабли, виноградники, поля и так далее. И он учил Тору все равно. Он говорит, я не мог учить Тору, потому что я был очень бедный. Ему показывают Елеля, был такой мудрец Елель, который пришел с Вавилона, у него не было денег платить за обучение Торы. В то время, чтобы попасть на обучение к мудрецам, нужно было платить за это. И он целый день работал. И дальше он всю сумму, которую он зарабатывал, половина шла на пропитание ему и его семье, а половину он отдавал на изучение Торы, чтобы иметь возможность учиться. Он был такой бедный, что ему не было что кушать. Но пока, если ты говоришь, что я не учил Тору, потому что я был бедный, показывают Елеля. Потому что богатый, показывают его. Потому что был старый, показывают еще кого-то. Потому что был там занятый и так далее. То есть дела других людей, они показывают тебе, что ты можешь. Это тоже является камешками на весах бога. Потому что, когда человек говорит, я не могу учиться, а бог ему показывает никого учить, а который без рук, без ног закончил два высших образования, два института и обычную школу и написал три книги. Тогда человеку говорят, что ты говоришь, что ты не мог. Ты мог, просто ты не хотел по-настоящему, не умел преодолеть себя. И тут больше человека спрашивают, знаете, не за то, что он мог или не мог, а именно за его желание, потому что бог же читает сердца. Есть очень вот эта фраза известная, что нет силы в мире, которая может устоять перед желанием человека. Что имеется в виду? Ведь если же желание человека, например, выздороветь, а он не выздоровел, значит, бывает, что ты хочешь и не получается. Так, значение этой фразы мудрецов, оно в другом. Нет силы в мире, которая может запретить человеку что-то хотеть. А на небе бог знает, или ты хотел по-настоящему учить Тору, или ты не хотел. Потому что если ты хотел, ты найдешь возможности. А если ты не хотел, ты найдешь отговорки. Только перед богом же нет отговорок, он же читает сердца. То есть, самое главное, это вот это намерение человека, если он намеревается, если он хочет по-настоящему, то тогда бог ему дает возможности. Понятно, да? Значит, здесь нам сообщили в 11 отрывке, что у бога есть четкие измерительные приборы. И той мерой, теми камешками, гирьками, да, на этих весах являются дела человека и дела других людей. И бог все проверяет и смотрит, действительно ли... Ну, то есть, каждому дает абсолютно справедливый суд, абсолютно справедливый суд, абсолютно добрый суд. То есть, он каждому хочет, чтобы человеку было лучше, и он ему дает возможности. Но когда человек не хочет двигаться, да, бог ему помочь даже не может. Понятно. Теперь 12-й отрывок. 12-й отрывок такой. Туават Млахим Асот Реша. Значит, мерзость для царей делать злодейство. Киби Цдака Ихон Кисе. Потому что Цдакой милосердием утвердится его престол. Значит, цари, они, они как бы находятся в другой системе координат, чем обычные люди. То есть, цари, раз он уже поднялся на царский престол, значит, он влияет своими действиями на жизни многих людей. То есть, эта система, представьте, то есть, бог, когда он управляет миром, он взаимодействует с каждым человеком в отдельности и судит его справедливо, исходя из действий, желаний, устремлений человека. И бог также, он судит целые народы. Почему, например, в одной стране, там, уровень жизни, какая-нибудь Норведия на первом месте в мире по уровню жизни, да, уровень образования, долголетия, там, и так далее. Почему Норведия, да? А Украина, там, на 150-м месте в мире. Почему так? Что Норведия чем-то лучше, чем Украина? Она как-то более богатая по природным ресурсам или почему? Нет, то есть, бог, он смотрит желания, действия всех людей, все четко учитывается. И в итоге выходит некая картина, которая должна людей научить и исправить. И поэтому Норведия сейчас на первом месте, а Украина на, там, 150-м, например, России, не знаю, на ком, тоже там где-то 120-е, 100-е место в мире. Ну, понятно, да, идея? Теперь цари, так как цари являются в мире, сколько есть царей? 200 стран, допустим, 200 ключевых людей, которые влияют, каждый, на свою страну. И есть цари, которые самые влиятельные люди в мире. Самый влиятельный человек в мире на сегодняшний день, вот, по прошлому году, это президент Китая. Китайцев, их почти уже, там, больше, чем полтора миллиарда. У них есть атомное оружие, у них есть, там, ну, невероятные мощности влияния на мир. Они сейчас вкладывают деньги, китайцы, там, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов на разработку квантового компьютера. Если они разработают первыми квантовый компьютер, они смогут отключить все системы вооружения всего мира. Сейчас и Америка разрабатывает квантовый компьютер, и Китай, и Россия. Они, как бы, ну, впереди вот этой всей истории. И кто первый разработает, у того появится это, как вот раньше было, шаг вперед, это атомная бомба, а сейчас квантовый компьютер, он атомную бомбу отключить может. То есть, мы живем в таком мире, и от кого это зависит? Этот китайский президент, например, он сидит сейчас где-нибудь, совершенно темная личность, непонятная. И он, значит, говорит ученым своим китайским, я вам сейчас отрежу уши, если вы не сделаете мне квантовый компьютер завтра. И все, у них все семьи в заложниках и так далее. То есть, это очень серьезная тема. Значит, если, но Бог-то, он над всеми, над царями царей, он-то всю систему ей управляет. И я расскажу просто историю про царя, который, который очень я люблю. Значит, эта история, Равыцкак Зильберг, Равыцкак Зильберг, мой учитель, сидел он в тюрьме в 1953 году, с 1952 по 1953 год он сидел в тюрьме, в сталинских лагерях. И, значит, как раз было дело врачей, в разгаре арестовали нескольких врачей, под пытками они дали признательные показания, и готовилось выселение всех евреев в Сибирь, и уже были готовы списки, уже были готовы, как они называются, ну, там, списки, бараки и так далее. То есть, то, что Гитлер не сумел закончить, Сталин хотел закончить. И прямо это был Пурим 1953 года. И Равыцкак Зильберг читал Медилат Эстер для заключенных там. И один заключенный, тоже еврей, говорит, что говорит, а какая Медилат Эстер? Если Ахашвирош хотел уничтожить евреев, так Бог их спас, да, там написано. Бог их спас, все, хотел всех евреев уничтожить, Ахашвирош. Дитлер хотел уничтожить, ну, там, Бог тоже спас, да. Ну, а, говорит, Сталин-то, он, он, то есть, невозможно остановить его, да, то есть Сталин, который, железный Сталин, все, он сейчас это дело закончит. А Равыцкак Зильберг говорит, что Сталин это всего лишь босар водам, мясо и кровь. И он все в руках Бога. И Сталин в руках Бога. И, в общем, когда он это говорил, это была как раз ночь Пурима, и у Сталина случился инсульт. И Сталин умер уже через неделю. После этого закрыли дело врачей, после этого всех выпустили, и оказалось, что Сталин был преступник, такой убийца, преступник, параноик. И здесь написано нам в 12-м отрывке, что Тоават Млаким Асо Треша. То есть, если цари начинают делать злодейство, то их престол не устоит, потому что только Битздака и Хонкисе, только по милосердию и по справедливости устоит трон царя. Если царь, руководитель страны, он идет против Торы, против правды, против Бога, против добра, обманывает, убивает и так далее, то его правление не устоит. Это сказал 3000 лет назад царь Соломон от имени Бога, и мы видим это правда. Все Хусейны, Сталины, Ленины и так далее, никто из них не устоял. Гитлер, 12 лет всего продержался, и чтобы стерлось его имя, кричал на 1000 лет, Рейх, всех победим, там вообще машина непобедимая, опа и нету его, да. Все диктаторы, все злодеи, рано или поздно приходит их срок, и не устоит зло никогда, у зла нет ног. То есть, оно может какое-то время, опять же, для того, чтобы напомнить добрым людям, что нельзя занимать пассивную позицию, так, потому что, для того, чтобы зло торжествовало, хорошим людям достаточно просто ничего не делать. Как только хорошие люди, они типа расслабляются, тут же зло в бах им напоминает, что нет, нельзя расслабляться. Хорошо, значит, 13 отрывок, 13 отрывок. Рацион Млахим Сифтей Цедек Удовер Ишарим Яага. Значит, рацион царей, рацион это движущая сила, рацион это желание, направление, то есть, у человека есть внутри вот это то, что называется намерение, которое его двигает, рацион, желание его называют, да. То есть, если у человека сильное желание, он на этом рационе своем, он может прямо ляруц, на иврите рацион, и ляруц это из одного корня, бежать он может, да, за своим желанием. То есть, если у него такое сильное желание, оно прямо его двигает. Теперь в этом отрывке, в 13-м, нам сказано, что желания царей уста справедливые в Эдумер и Шарим и Аб. Значит, здесь говорится следующее, что Бог любит тех царей, у кого уста справедливые. Наверное, царь Соломон намекал на себя и на своего отца царя Давида, потому что уста справедливые, это можно сказать точно про царя Давида. Псалмы Давида читают весь мир уже 3000 лет, читают без остановки, читают, читают. Псалмы, это у христиан, это называется псалтырь. То есть все молитвы в мире построены на псалмах царя Давида, кроме мусульманских. Мусульманских нет, но тоже он для них, царь Давид, был великий святой царь, Даут они его называли. И царь Соломон был для них, царь Сулейман. То есть мы видим, что если желание царя, оно уста справедливое, то Бог его любит. И довер и шарим ягав, то есть тот, кто говорит прямые вещи, того Бог тоже будет любить. То есть мы видим, что царь Давид и царь Соломон, они как раз об этом. А кого мы можем назвать из современных царей, которых можно было бы так сказать, что это вот царь, который реально любит справедливость. Реально любит справедливость. Кто из таких царей есть? Не знаю я, кто из таких царей есть, кто любит справедливость. Во всяком случае, те цари, те правители, которые мне сейчас приходят в голову, да, то все они, к сожалению, люди, которые не являются идеалами добрых, справедливых, честных людей. К сожалению, миром правят, вот если так вдуматься, так просто перебрать последние поколения. Да, может быть, когда-то там были раньше идеалисты какие-то, да, какие-то были люди, которые реально служили народу. Там какие-то Авраамы Линкольны, может быть, были, какие-то Джорджи Вашингтоны там приходят в голову. И то мы про них, я толком про них хорошо не знаю. Но последние все правители, которые мне приходят в голову, они в основном служили себе. Они служили себе, такие люди, которые, ну, особенно в бывшем Советском Союзе. Хорошо. И давайте последний тогда на чем-то хорошем закончим. А, это пока еще не хорошее, оно именно про царей. Идет дальше про царей объяснение. Значит, 14-й отрывок. Хамат Мелых Малахей Мавет. Значит, гнев царя, ангелы смерти, Ваиш Хахам и Хапрена. Значит, здесь нам говорится о том, что у человека есть разные стадии гнева. Да, у человека есть разные стадии гнева. Значит, разные стадии гнева. Я сейчас вспомнил анекдот, когда преподаватель психологии объяснял, что есть разные стадии гнева у людей. И вышел один студент и говорит, а, преподаватель говорит, есть три стадии гнева. Значит, первая стадия гнева это раздражение, легкое раздражение. И говорит, сейчас я вам покажу на примере, что такое легкое раздражение. Он звонит по телефону, берет какой-то номер, набирает и говорит, здравствуйте, Сергей Иванович, можно телефону? Ему с той стороны говорят, вы не туда попались, здесь нет Сергея Ивановича. Он говорит, вот это первая стадия легкого гнева, значит, раздражение, человек раздражен. Вторая стадия это уже с трудом сдерживаемый гнев. Значит, он берет, нажимает повторы этого же номера, говорит, здравствуйте, Сергей Иванович, позовите, пожалуйста, к телефону. Ему говорят, послушайте, вам уже сказали один раз, что это здесь нет Сергея Ивановича, сюда больше не звоните, потому что Сергея Ивановича здесь нет, правильно, надо набирать номер. Понятно вам? Преподаватель говорит, вот это была вторая стадия гнева, это сдерживаемое раздражение. Вот в нашем примере это хамат мелых малахаймавет. Хамат это гнев, но который в сердце. Сейчас я объясню, как к пасуху относится. Потом преподаватель говорит, есть третья стадия гнева, это уже гнев ярко выпущенный наружу. Он звонит по этому телефону, уже опять третий раз говорит, здравствуйте, Сергей Иванович, позовите, пожалуйста, с той стороны провода. Пошел ты со своим Сергеем Ивановичем, ты что, тебе два раза уже сказали, сюда не звони, правильно надо номер набирать, что ты вообще сюда звонишь, козел. Значит, положили, он говорит, это ярость, это, говорит, уже гнев, который вышел наружу, да, внешнее проявление гнева. А есть, ну тут в анекдоте, там есть студент поднимает руку, говорит, есть еще четвертая стадия гнева, которая, когда человек уже говорить не может. Он говорит, профессор, ну-ка продемонстрируйте. Он берет студент этот же телефон, набирает повтор, говорит, здравствуйте, это Сергей Иванович, мне никто не звонил. Он говорит, Сергей Иванович, звони, там мне звонков не было. И тот не мог ничего сказать уже, тот аж захлебнулся на той стороне трубки. Теперь здесь в отрывке нам объясняется так. Значит, вот это вот сдерживаемое, то, что у обычного человека гнев, который он сдерживает в сердце, царь, у которого есть все возможности убивать, у него армия, у него люди, то есть его никто не останавливает. То для царя его гнев, вот этот вот в сердце, это сразу превращается в ангела в смерти. То есть, и здесь есть намек на царя царей, на Бога, что тот, кто прогневал Бога, если он действительно прогневал Бога, да, есть, которые прямо идут против Бога осознанно, то у него, его хама, вот этот, его гнев у обычного человека сдерживаемый, у Бога он сразу превращается в ангела в смерти. Вэиш хахам и хапрена. Человек, который хахам, он знает, как искупить этот грек. На что здесь намекает царь Соломон? Он намекает нам на Пинхаса. Пинхас, это был внук Аарона, внук Аарона. Пинхас это внук был, да, он был Элизара, сын Элизара, сын Аарона. Значит, когда, когда сыны Израиля разгневали Бога и началась эпидемия, да, то есть Бог хотел уничтожить еврественный народ, то Пинхас, он схватил из очинщиков, те, которые выступили против Бога, Зимри Бен Салуа, главу колена Шимона, и его, эту девушку Козби, он их взял копьем, проткнул, и он получил, получилось, выкупил их гнев, и получил от Бога награду, союз мира, так назвал Бог, это Брид Шалом, то есть он сумел искупить вот этот грех и остановить ярость Бога, остановить гнев Бога. Значит, здесь нам, если говорить про обычное, то есть все про царей, про Бога, но здесь очень важно понять, очень важно понять, что если взять этот перенос на обычные отношения, в пертевод написано, что нельзя успокаивать человека, бышать к осу, во время гнева, когда человек находится в ярости, его ты даже успокоить не можешь, лучше от него отойти, и вообще с ним в этот момент не взаимодействовать, пока он не остановится, потому что если он находится в ярости, он адекватно думать не может, и он может сделать разные действия неправильные, слова какие-то сказать, там, плохие, то есть он может усугубить свою ситуацию. И гнев это страшная вещь, вообще страшная вещь, поэтому человеку, который раздражен, у него есть ярость сердца, или он гнев уже выпускает наружу, он должен знать, что это одно из самых опасных занятий, которые есть в мире, потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему. Если человек сам раздражен, ему не нравятся люди, мир, ему не нравится много разных вещей, то он этим самым вызывает на ниве к себе такое же отношение, поэтому это страшно невыгодно быть в гневе. Люди, которые в гневе, если ты с ними общаешься, то очень тяжело остаться не в гневе, потому что есть в Мишли такой закон, что как человек смотрит в зеркало и видит в воду, и видит свое отражение, так сердце одного человека отражает сердце другого, с кем ты общаешься. Поэтому если кто-то, не дай бог, входит в гнев, то люди, которые с ним взаимодействуют, взаимодействуют, должны от него отдалиться максимально, чтобы не попасть под раздачу, грубо говоря, да? То есть, потому что это сложно не зажечься и не включиться. Второе, тот, кто вошел в гнев или в раздражение, или в сдерживаемую ярость, или в открытую ярость, должен понимать, что он делает себе сейчас непоправимый вред своему здоровью, своей душе, своему будущему, своему положению в духовном и материальном мире. Поэтому гнев, гнев, раздражение, все это самые страшные вещи. Как с ними бороться? Есть очень прекрасная книга, я уже про нее говорил, называется она «Сад благодарности». «Сад веры и сад благодарности». Это написал Рав Шалом Аруш, эти книги, есть такой Равин Бресловский, и он есть видео, его тоже в Ютьюбе на русском языке, можно в комментариях поискать, показать его. Он говорит, что для того, чтобы не быть в раздражении и ярости, нужно понимать, что все от Бога, Бог рулит миром. И все, что он делает, он делает для добра. И когда ты умеешь это осознать, принять, поблагодарить, то в этот момент тебе открывается совершенно другая реальность, в которой ты вдруг начинаешь замечать, что есть миллион разных хороших вещей, которые Бог для тебя подготовил. И наоборот, когда ты впадаешь в раздражение, в ярость, в гнев, то ты даже самые лучшие вещи вокруг себя, ты уничтожаешь и не замечаешь все то хорошее, что есть у тебя в жизни. И последствия на физиологическом уровне гнева, ярости, раздражения, они для здоровья, для иммунитета, для здоровья, они страшно вредны, невероятно вредны, и люди из-за этого болеют. Поэтому принятие, благодарность, это лучший путь к здоровью, к счастью и к тому, чтобы та мера, которую человек меряет, меряет ему. Когда ты спокойно и радостно принимаешь мир, то Бог спокойно и радостно принимает тебя. Все, друзья, сейчас мы переходим в... Это мы 14-й отрывок мы изучили. Значит, ну и давайте 15-й отрывок, чтобы завершить, он как раз завершает эту тему, что если ты сумел царя успокоить, да, небесного царя или Бога, вот тот, что внутри каждого из нас тоже есть Бог, тогда... То есть, когда светит лицо царя, то это жизнь, то есть идет жизненная сила. Когда человек, он внутри доволен, радостен, благодарен, и в этот момент, когда ему, как бы, начинает внутри светить свет вот этот вот Бога, да, царя, то тогда жизнь, у него появляется жизнь, жизненная сила, жизненность, и рецено, рецено к авмалкош. И его желание Бога, оно начинается, как дождь, да, когда долго не было дождя, и тут вдруг бах, пошел дождь, пошла, как благо такое, да, пошла благополучие и так далее. То есть, когда начинает светить вот этот божественный свет, то тогда он превращается в благополучие во всех сферах жизни. И, но для того, чтобы этот свет увидеть, нужно, опять же, ему дать место. А для, чтобы ему дать место, это нужно убрать раздражение, убрать гнев, а именно благодарность, принятие, прославление Всевышнего, и вот это вот состояние внутренней радости, оно приводит к внешним позитивным изменениям. Вот такая вот у нас сегодня получилось изучение Мишли. Итак, я вам желаю с Божьей помощью, чтобы был, сейчас наступает сегодня вечером праздник Суккот, чтобы было у вас у всех счастье, здоровье, благоденствие, радость, чтобы не было никакого раздражения, никакого гнева, никакого вообще уныния, а чтобы была радость, принятие, и чтобы Бог услышал наши молитвы. С Божьей помощью. Все. Удачи, успехов, хак, самеа, и всего хорошего. Напишите три своих вывода, обязательно напишите три своих вывода в комментариях. Без выводов нет учебы. То есть учеба это если тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут и изучать, и делать. И я увидел сокращение, вот написано, что человек рожден для труда. Адам ле амаль юлат. Ле амаль на иврите. Лель мод аль манат ле асот. То есть человек рожден для того, чтобы учиться, для того, чтобы делать. Поэтому вы видите себе три вывода, что вы поняли, что вы собираетесь сделать. И тогда вы выполните как раз тот труд, который нужно делать для изучения Торы. Просто послушать не работает. Учиться для того, чтобы делать. Все. Пока. Удачи, успехов. Жду ваши комментарии.